Земельные участки на Советской 135 и Советской 137. Здесь застройщик облюбовал место для новой автозаправки. Нужна или не нужна еще одна АЗС в Слободском, и именно на этом месте должны решить слобожане на публичных слушаниях. Но прежде вопрос обсудили на заседании Городской Думы, куда пригласили представителя холдинга инициатора строительства. Для наглядности депутатам представили информационные ролики и подробно описали проект. Именно в селенных пунктах мы строим блочные автозаправочные станции. Это современный технологический комплекс, именно импортное все оборудование, как было сказано, торговый зал для клиентов, именно благоустроенная территория, именно с безопасностью, с облением всех новых безопасностей, как движения, так и технологического и экологического партнерских параметров. В этом тупике какая выгода будет для заправки, когда там транспорта нет никакого, кроме общественного. Рабочий поселок дальше ведет, он ездит весь через эту улицу, и мы разгрузим у вас в центральную улицу, потому что все едут, я как понимаю, по этой, выезжают на центральную улицу, едут до луководской заправки, возвращаются обратно или что-то в этом плане. Мы здесь, наоборот, сократим поток по центральной улице, грин у вас, и обеспечим доступность своей услуги. О безопасности вашей заправки я, например, не верю, и поэтому подвергать жителей города опасности я не намерен. Я вообще против строительства этой заправки в этом месте. Пожалуйста, на Воловнях. Участок никто никому не выделил. Если и купят, то купят не у нас, Владимир Андреевич, а у собственника, у физического лица. И не около Октябрьской идет разговор о Советской, а рядом с магазином «Элегантная меха». Это самый напряженный участок в часы пик дороги. Что улица Советская, Октябрьская, значит, она... Вот мне сейчас, согласно вот это, даже непонятно, как туда люди вообще заезжать будут. Мы, когда начинаем проектирование, мы согласовываем все с ГИБДД, с дорожной службой, то есть, соответственно, будем получать технические условия на примыкание к данной улице. То есть, где будут оговорены, как говорится, все те вещи, которые необходимо выполнить, чтобы не допустить аварийности на данной дороге. Вам извлечь выгоду, естественно. Конечно. А город Слободской что от этого получит? Город Слободской получит, ну, я вам могу сказать, это, во-первых, 5-6 рабочих мест. Средняя заплата на данный момент у нас в холдинге составляет 25 тысяч рублей. Налоги, налоги, соответственно. Заправка станет украшением города, украшением населенного пункта. Она не портит ни внешнего, ни ничего. Но народ будет против. Я не знаю, как автомобилисты, но люди простые будут против. Вы говорите за весь народ. Я скажу только за часть, к которой я отношусь, автомобилистам. Я абсолютно не против такого нового объекта в нашем городе. В плане даже конкуренции, то есть, чем больше таких, это то же самое, что с магазинами. То есть, больше магазинов, больше выбор покупателю, больше заправок. Для нас это выгодой будет, в любом случае. Мы захотели, поехали сюда, захотели, поехали туда. Мне, как первомайцем, однозначно, заправка будет очень выгодна в плане нахождения ее. То есть, сейчас ездишь где-то, непонятно, куда, чтобы заправиться. На Лукоил, на Чепецк, вот, конечно, на тот дальний. Это нам неудобно. В принципе, и для жителей второго поселка, я тоже думаю, что это было достаточно выгодно в плане территориальном. Своё мнение относительно строительства АЗС можно выразить на публичных слушаниях, которые назначены на 15 декабря. По традиции, они пройдут в актовом зале администрации на первом этаже. Начало в 17.00. Продолжение следует...